Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Садурский сад. С вами Алена Калужская область. Участок с северным уклоном, земля Суглинок. По запросу зрителей показываю сад без прикрас. Первая половина апреля. Розы проветриваются. Прошу прощения, рядом дорога, очень много шума, но никуда от этого не деться. Итак, показываю, какие у нас сооружения. Решетка для клематисов и плетистых роз. Здесь у меня посажены две бьянвеню плетистые. Вот так она сделана. Брусы, вкопаны трубы, зацементирован уголок металлический и прикручен с двух сторон брус к этому металлу. Держится прекрасно уже три года. На зиму убираются, к лету выставляются металлические легкие арки, покрашенные в белый цвет. Их будет больше по саду. Возможно, они не будут белыми. Скорее всего, они будут бронзовыми. Но, тем не менее, в этом розаре арки белые. Еще две должны здесь быть. В прошлом году делала вот этот участок клумбы. Здесь ничего не растет. Самое продуваемое место. Выдувает все, сохнет, ложится. И приняла решение заложить геотекстиль. И сверху декоративные камни. Что интересно. В прошлый сезон все это прошло хорошо. Но, вот смотрю, этой весной неожиданно пробились тюльпаны. Даже будут цвести некоторые из них. Ну, что ты будешь делать? Оставлю, отцветут, отстригу. И пробивается немного вот здесь, сквозь щебень, трава. Но ее легко убрать. Пока я не приступала к обязательной обработке, весенней обработке, уборке сада. Пока есть дела поважней, скажем так. Но, все-таки, скоро надо будет идти с большой уборкой. Здесь у нас канализационный колодец, который расположен у забора специально, чтобы подъезжала машина и откачивала септик. На лето он заставляется, после откачки весенней, он заставляется горшками с цветами. В этом сезоне, вероятно, здесь будут розы. Вот так зимой сохраняется декоративный угол. В модном английском стиле. Но пока здесь никакой композиции. Просто к верх ногами стоят емкости. А к верх ногами потому, чтобы в них не натекала тающая вода, и они не лопнули во время возвратных заморозков. Вот так перезимовал рододендрон без укрытия. Молодец! Вид немного вдаль. Второй канализационный колодец. Септик у нас выходит вглубь сада. Туда, вернее, не вглубь, а ближе к лесу. Он состоит из трех частей. Так, здесь кулинарный цветник, который я с осени не убрала. Но все равно показываю, все честно показываю. Буду скоро убирать. Мы занимаемся в основном выкладыванием дорожек ежегодно, по силам, насколько возможно, своими руками. Поэтому время и, можно сказать, здоровье тратим на подобные труды. Ну, вот такая большая площадка уже выложена. Она специально такая большая. Здесь лежат приготовленные дерево-материал, деревянный материал. Здесь будет ширма деревянная, покрашенная тонирующим составом цвет груши. Мне нравится такой цвет. Им покрашены все решетки. И, кстати, покажу еще и этот вариант решетки. Как он выглядит. Решетка для розы Фламентанс. А Розарий Карнавал. Растет Фламентанс в Розарии Карнавал. Утоплены в землю вбиты металлические уголки. В них просверлено несколько отверстий. И на них брус 50 на 50. Остальные речки 20 на 30. Или 20 на 40. Вот так они просто сбиты. Абсолютно все просто. Также просто сделана арка без всяких затей. Мы не профессионалы. Ну, конкретно я совсем не профессионал. Я составляю всевозможные планы подобных поделок для сада. Поэтому, как разумею, так и делаем. Ну, скворечники покупные. Покупала на Вайлберис. Вот такие у нас разводы дорожек. Очень люблю плавные линии. Очень люблю плавные линии. Не люблю острые углы. Но иногда все-таки они получаются, эти острые углы. Приходится с этим мириться и как-то обыгрывать. Ну, вот, например, вот здесь вот острый угол. Рядом с Иргой. Ничего не поделаешь. Так и будет. Напоминаю, друзья, пока не убиралось. У нас только-только потеплело после возвратных холодов. Ну, вот еще такая линия. Зигзага подобная. Общим обзором, начиная с неубранных с осени хост, пионов и флоксов, я не успела в прошлом году это сделать. Утешила себя тем, что пусть будет снегозадержание. Ну, пусть так и будет. Скоро буду выходить на большие работы. Розарии проветриваются. Ночами у нас уже до 7 градусов тепла. Пусть проветриваются. Ива нана. Я поднимаю ее на ножки. Так же, как и дерен элегантиссимо. Здесь эти два куста будут внизу проветриваться. Ну, а вверху иметь пышную шапку. Три года этим растением. Нана уже выросла до 170, если не выше, сантиметров. Ну, все-таки она старается свои веточки внизу тоже гнать, но они будут обрезаны. Вдали 10-метровый розарий. Виднеется голубая подложка. Там посажена крупнолистная гортензия. Я заглядывала на первый взгляд. Зимовка, ну, более-менее удачная. Пока не берусь судить точно, но надеюсь на удачную зимовку. Огромный можжевельник казацкий. Здесь два куста занимают 4 на 6 метров. Вот такой он шикарный. Каждые два года по бокам я его подрезаю. Иначе он наползает на рядом растущие растения. Новое образование, то есть образование прошлого года. Дорожки, обрамленные камнем и спилами деревьев, стволами деревьев. Здесь все оформлено примерно так. Не примерно так, а точно так. Геотекстиль, кора лиственницы. И кое-где прижимают все это хозяйство плетняк. Плетняк кладу для удобства хождения. Это такая вот техническая дорожка, как я их называю. Мне так удобно, потому что на участке очень много сорной травы, которая не выводится. Такая трава, как крапива, осод, мокрица. Облепиха она не трава, но крайне злостный сорняк. Поэтому принято решение между дорожками все закрывать геотекстилем и сверху прикрывать корой. В кадре горка, но она не классическая альпийская. Это, скажем так, горка-витрина. Я обожаю молодила. И специально установила такую горку с помощью супруга, конечно. Горка с одним склоном. Горка для молодилового ковра. И что интересно, дорогие друзья, молодила в этом году зимой разрослись как нельзя лучше. Вот такой они приобретают уже оттенок. А вышли из зимы зелено-бурые. Все примерно одинаковые. Очень разные они. Очень разные. Вот такие интересные. И кое-где между молодилами посажены вот такие вот очень необычные. Надеюсь, необычные. Я люблю необычные растения, нестандартные. Забыла, как это называется. Какой-то очеток. Вот такой вот очеток. Красота. Красота медитативная. Еще решетки для клематисов и для плетистых роз. Вот эти вот перемычки из ветвей деревьев сделаны не специально, по нужде, но и как все временное. Но уже стоит третий год. Но, вероятно, и еще постоит. Пока не до их модернизации. Роза резчайно-гибридными розами. Еще решетки. Здесь была шнейвальцер. Не понравилась мне она своей неряшливостью во время дождей. Хотя роза красивейшая. Если она растет в южных регионах, ее не мучают бесконечные осадки. Здесь посажен клематис. Еще одна решеточка. Вот эта дорожка, уходящая вдаль. Вдоль забора, который наклоняется от всех ветров. Мы пока не дошли до замены заборов. Там абсолютно заброшенный участок. Ой, ну это просто вздохнуть и выдохнуть, и не думать об этом. Возможно, все дойдет. Скамеечки. Склад кирпичей от старой печки. Они выполняют здесь декоративную роль. Ну, немножечко отвлекает внимание от покосившегося забора. Огородные гряды, между которыми в прошлом году мы с супругом выложили дорожки, по которым можно ходить в одних тапочках. Чему я очень-очень рада. Давно этого хотела. Здесь выложены дорожки на геотекстиль, песок, цементная смесь между щелями. В общем-то, они как стояли, так и не двинулись за всю зиму и весну. Три огородные гряды. В одной из них клубника разных сортов. Две нам абсолютно хватает для наших семейных нужд. Здесь высажена коллекция гортензий метельчатых разного возраста. И очень разных сортов. Кто не знает, развиваю семейный питомник. Назвала его Садурский сад по имени канала. Основная продукция семейного питомника – это гортензии. Метельчатые гортензии. Прошу прощения. Их у меня 90 сортов. Из них метельчатых 64. Древовидные, пильчатые, крупнолистные. В общей сложности 90 сортов. Подписывайтесь, кстати, друзья, на мою группу ВКонтакте. Садурский сад Алена. Там вся информация по продаваемым саженцам. Вся переписка. В личных сообщениях можно обмениваться конфиденциальной информацией. Не на всеобщее обозрение. А то иногда люди пишут для всеобщего доступа. Так что можно сделать это конфиденциально. Здесь недоделанная в прошлом году участок. Здесь все будет. Вот этот участок, идущий вдоль фильтрационного поля. Вокруг которого посажены высокорослые метельчатые гортензии. И вот эта дорожка. Она будет укрываться геотекстилем и засыпаться гравием. Вот так решено сделать с гравием. Небольшой участок сада. Постепенно приводим сад в порядок. И вот это приведение в порядок требует вымаривания травы. Вот она здесь вымаривается. Вот эти листы будут лежать здесь, наверное, года два. Две зимы, два лета. Чтобы трава была однозначно уморена. Не нужна она здесь. Сад будет разрабатываться дальше. Так, это наши самодельные козлы. Иногда требуются для каких-то нужд. Ну и саженцы гортензии. Большая часть уже ушла в добрые руки. Прекрасного цветения. Всем гортензиям в садах их владельцев. Теплица, капелька, очень мною любимая, перезимовала достойно. Первый год был у нее прошлый в саду. Она его прекрасно завершила и начинает свой сезон также достойно. Внутри дополнительный парничок для крупнолистной гортензии. Но я уже туда не буду заходить. Там у меня маточники метельчатых и крупнолистных гортензий. Голубика, которую уже успела обработать, обсыпала коллоидной серой. И тремя ведрами опилок. Она любит кислоту и прекрасно реагирует на подобные подкормки. Поделки моими руками делались три года назад. Забыла уже материал, из которого это делалось. Но они не пережили третью зиму. Уже их просто оставила здесь. Вот они так вот немного загадочно и дико выглядят. Но, скорее всего, уже буду их убирать отсюда, под сосной. Итак, друзья, показала сад без прикрас. Даже с прошлогодним бурьяном. Сад у нас большой. Около 30 соток. И две трети уже, наверное, оккультурено. Осталось доделать еще то, что осталось. Уже то, что осталось, показывать не буду. У нас там есть пруд. У нас там есть различные деревья. Компост и так далее. Все это не буду показывать. Мне кажется, уже достаточно утомила вас своим роликом. Прошу прощения. И спасибо за ваше время, дорогие друзья. Традиционно всем добра, здоровья и мира. Заглядывайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова